Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет читаем Исаию, на очереди 16 глава. В ней продолжается пророчество о Моаве, восточном соседе Израиля, Заярдане. Начинается она с призыва. Посылайте агнцев, владетелю земли, из селы в пустыне на гору дочери Сиона. Трудный для интерпретации стих, по всей видимости, речь идет о том, призыв обращен к Моавитянам, чтобы они посылали израильскому царю, потомку Давида, израильской власти вообще, посылали какой-то дар. Здесь упоминается агнец. Видимо, это как жест подчинения Израилю. Известно, что иудейскому царству, Моавское царство, равно как и Омон, и Эдом, часто находились в зависимости у Израиля. Вот дочь Сиона, обычное метанимическое выражение для обозначения Русалима и Иудейского царства. «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских». Арнон — это, известно, часто употребляемый топоним, это поток Арнон, впадающий в Иордан с его восточной стороны. Вот здесь упоминается дочь Моава через такое выражение. Бат Моав содержится в этом выражении отсылка ко всем моавитянам, к моавитскому царству, которое терпит наказание Божие, терпит бедствие. И дальше с третьего стиха по пятой, включительно, содержится прямая речь моавитян, обращенных к израильтянам. Видимо, Израиль выступал как защитник, в данном случае Моава, от внешней угрозы. А какой именно, не совсем понятен исторический контекст этого пророчества Исаии. И так звучит речь Моава. «Под власть, чтобы израильский царь иудейский проявил свою власть и защитил моавитян от внешней угрозы, возможно, ассирийской угрозы. «Пусть поживут у тебя мои изгнанные, моавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающий исчезнуть с земли». Захвачки, как известно, грабят, попирают захваченный народ, грабят его. И если Израиль иудея защитит моав, тогда все будет хорошо и не будет грабителя. Израиль будет покровом. Царство Давида будет покровом для Моава, чтобы его иноземцы не грабили. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Пророчество о царстве Давида не раз звучит у пророков и звучало раньше у пророка Амоса, где сказано в конце его книги «восстановлю скиню Давидову падшую». Вот и здесь вновь шатер, лескиня Давида. Они используются, эти образы, для обозначения Давидова царства и его потомков на престоле. «Как клялся Господь Давиду в истине своей и не отречется, вовек потомки твои будут сидеть на престоле твоем». Моавитяне обращаются к Израилю таким образом, а точнее к иудеям, к царству Давида, его потомков, защитить их. Вот внешней, по всей видимости, военной угрозы. В ответ звучат слова иудеи. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его, о высокомерии и неистовстве его, неискренно речь его». Часто бывало в истории иудейского царства, что окрестные народы восставали против иудеи, когда та терпела какое-то бедствие, когда против нее совершалась внешняя агрессия, они выходили из-под власти Давидидов. «Зачем метутся народы, премена замышляют тщетные?» Вспомним второй псалом и много других текстов. «Злопыхали, злорадствовали, свернем с себя оковы» и так далее. «Господь посмеется им, Всевышний поругается. Я помазал царя своего, скажет, над Сионом, святой горою моею». И много подобных текстов говорят о том, что, несмотря на всю ненависть и злорадство подчиненных вассальных по отношению к иудейскому царю царства народов, расторжествует все-таки правда Божия. Вот и здесь говорится о том, что иудейское царство не верит в искренность Моава, искренность речи его, и Моав получит свое, получит свое по заслугам. И сказано дальше. «Поэтому возрыдает Моав о Моаве». Моав возрыдает о самом себе. А конкретно о чем все будут рыдать? «О твердынях Кирхорешета», сказано в 7 стихе. «Рыдайте, стенайте о твердынях Кирхорешета». Они совершенно разрушены. Кирхорешет — это не единственное упоминание этого города Моавицкого. Собственно говоря, Кир — стена или ограждение, или город. Это обычное название, обычный термин, входящий во многие древние названия. Кирьят — похожее тоже название для обозначения города, термин. Они совершенно разрушены. Твердыня Кирхорешета — совершенно разрушены. Крепостные стены. Поля Есивонские скудели. Есивон, так, в синодальном переводе в еврейском тексте Хэшбон, известный город, упоминаемый в пяти книжах еще Моисеевым, в книге Чисел, в книге Второзакония. Там произошли известные события. Была победа племен израильских, колен израильских над царем этого города Хэшбона. И Израиль добрался до реки Ордан, которую впоследствии успешно преодолел под руководством, под водительством Иисуса Новина. Вот здесь этот Хэшбон, Моавитский город, упомянут. Город окружали поля. Они оскудели. Как обычно, захватчики уничтожают поля, собирают весь урожай, если он поспел. Если нет, просто их сжигают. И виноградник Сиваимский. Виноградники здесь и поля стоят в параллелизме. То есть все сельхозугодия северной части Моавы, достаточно плодородной, захватываются властителями народов. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до язера, растелались по пустыне, побеги их расширялись, переходя за море. За какое море переходят побеги из Сиваима, из виноградников сиваимских, то есть из Моава, непонятно. У Моава не было выхода к морю, разве что к Мертвому морю, к морю соленому, к таким большим морям, как Красное море, Средиземное, у Моава выхода не было. Но, видимо, какие-то связи, подразумеваются торговые, внешнеэкономические, может быть, политические связи у Моава, вполне могли быть с финикийцами, с филистимлянами, с египтянами, с Эдомом, имевшим в определенные периоды свои истории выход к Красному морю, к заливу Эйлад. Эти связи могли быть, поэтому здесь содержится метафора. Виноградная лоза здесь метафор Моавицкого народа. Часто эта метафора употребляется в отношении израильского народа гораздо чаще, чем других народов. Посему и я буду плакать, а лозе сиваимской плачем и озера, буду обливать тебя слезами моими, еси вон и елеала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет боли шумной радости. Радуются враги. Когда-то радовались моавитяне, собирая урожай. Это всегда праздник на Востоке, сбор урожая, сбор винограда. Это первый сок, который давят, давят его ногами. Этот урожай богатый, когда он богат, это великая радость. Жатва, жатва пшеницы, жатва ячменя, это тоже великая радость. Так вот, эта радость была когда-то у Моавы, теперь это радость у его врагов. Исчезла с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградники во время сбора урожая наполнялись звуками песен. Девы водили хороводы. Часто об этом говорится в Танахе. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Если 9 стих и 1 половина 10 похожи на прямую речь пророка, пророка Ишаягу, Исаии, то здесь окончание 10 стиха, скорее всего, уже содержит прямую речь Всевышнего. Не может пророк прекратить ликование. Прекращает ликование или, наоборот, дает повод для ликования только Господь. Поэтому в синодальном переводе мы находим местоимение Я, набранное с большой буквы. Дальше опять, по всей видимости, речь пророка. «От того внутренность моя стонет о Муаве, как гусли и сердце мое о кирхарэшиты. Хотя и явится Муав, и будет до утомления подвизаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет». Муавитяне были долопоклонниками. У них были культы местные, местных своих божеств, которых они верили, ложных богов. И даже есть история, известная, когда Муавитский царь совершил страшное злодеяние, принес первенца своего на стене городской в жертву своему божеству, пытаясь тем самым умилостивить его. Это строго осуждается священным писанием, и за это Муавитский царь, как мы помним, обличается. Вот слово, которое изрек Господь о Муаве издавна. Слова Исаии, слова пророка Ишаягу, они тем самым заключают эту пророческую речь. И пророк говорит, что это слово издревле, издавна Господь изрек. Но вот оно издавна было изречено, а теперь оно сбывается. Сбывается во времена пророка, и то, что оно сбывается, подтверждает это сбытие, подтверждает истинность пророчества о Муаве. Современники Ишаягу являются свидетелями исполнения этого древнего пророчества. Ныне же, звучит в заключительности главы, ныне же так говорит Господь, через три года, считая годами наемничьими, величие Муава будет унижено совсем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Великий народ превратится в маленький народ. Так часто бывает. Таковы суды Божьи над народами. Господь судит не только Израиля, собственный народ, он судит все народы земли, потому что он царь царей и владыка владык. В его власти все царства мира. И хорошо бы и другим народам, а не только израильскому, косвенно, как бы мы можем сделать вывод из этой главы, муавитянам, например, понимать это, что вся власть принадлежит Богу Израиля в этом мире. И все совершается в мире по его судам. Часто у пророков звучит и у Исаии, дальше в следующих главах мы прочитаем пророчество о том, что тот или иной народ язычески, далопоклоннически обратиться, покаяться, возвратиться к Богу. Казалось бы, как возвратиться, если он никогда не был с Богом? На самом деле был. И первые главы книги «Бытия» повествуют нам о том, что до того, как народы превратились в идолопоклонников, начали строить Вавилонскую башню, до этого-то они все поклонялись единому истинному Богу. Если говорить о допотопном человечестве и о времени после потопа, то идолопоклонников не было. Идолопоклонство появилось после, позже этого. Как позже появились и народы, разделение языков на 72 народа, единого народа всех потомков Ноя. Многое о чем можно вспомнить, читая эту замечательную главу, 16-ю, которая завершает пророческую речь о Муаве. Пророчество о Муаве охватывает 15-ю и 16-ю главы. Дальше речь пойдет уже о другом царстве-государстве. Запись делается для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok percentil